здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня я вам покажу вот такой вот смотрите шов на платочной вязке вот вы знаете что на платочной вязке очень трудно сделать шочек чтобы он был плоским там получается с изнанки очень небольшой большое уплотнение вот а мы с вами сделаем вот такой вот чудесный шов который у нас совершенно одинаков с обеих сторон он двухсторонний видите и его можно использовать что очень важно на отвороты на руках у меня рука вот если нужно его завернуть я еще не обработала узелки вот если нужен отворот то мы делаем этим швом и прекрасно регулируем потом отворот что очень пусть на узелки не обращайте внимание их проделать можно как бы не делать фиксированный отворот то есть его можно регулировать при обычном шве вы знаете что мы переходим сшиваем с изнанки с лица чтобы сделать отворот здесь же точно так же и на шапке можно этот и здесь узелок у меня ну это если звонить еще он обработается можно вот двойной отворот все прекрасно никакого уплотнения никакого шва вот значит в чем это кстати я пиджачок детский вяжу но не снимаю девчонки в чем секрет этого шва самый главный самый главный секрет вот я сейчас буду пришивать вторую полочку сшивать спинку с полочкой главный секрет в кромочной петли смотрите у меня здесь видите при изнаночной кромочной у нас получается вот такая вот косичка которую мы потом сшиваем вот таким вот образом да и у нас вот эта косичка заворачивается на изнанку здесь же у меня кромочная не изнаночная а лицевая то есть кромочную последнюю петлю мы при вязании провязываем лицевой и вот как же мы сшиваем чтобы у нас получился вот такой вот идеальный шовчик для платочной вязки я считаю этот шум очень важен в платочной вязке смотрите у нас здесь бороздка и здесь бородка платочной вязки оставляйте при наборе ниточку вот видите почему у меня узелки потому что я эти ниточки не оставила для шва чтобы вам хватило на шоу чтобы здесь нам не делать узел значит сначала мы цепляем за вот эти вот петли набора здесь под этой бороздкой кромочная если у нас нить с узелком то узелок не делать отсюда подтяните эту нить вот видите я ее протянула узелка здесь не делала потому что вот нить набора у меня здесь короткая я нить потом проделал эту нить я без узла видите по кромке запустилась сюда в идеале вот оставляйте при наборе и так мы соединили петли набора вот здесь вот можно даже вот так вот стежок сделать двойной поплотнее и вот перехожу я на эту кромочную идея ее подцепила эту лицевую кромочную и здесь вот она здесь смотрите есть вот это краешек в крайняя петля и за нее я цепляю просто продеваю иглу и подтягиваем здесь она у нас внизу то же самое продеваю протягиваем продеваю протягиваем все вот это весь секрет на самом деле секрет просто лицевой кромочной петле но это такой секрет на миллион вот правда именно кто любит так как я платочную вязку то конечно вот этот шов как спасение есть у меня при изнаночной по моим инстаграме кто не подписан подписывайтесь когда при таком как бы при такой петле но тогда он не получается как бы там получается он плоский но он получается декоративный шок а если декоративный шок не нужен и при том с одной стороны получается вот если не нужен декоративный шок и нужно двухсторонняя как бы эстетика вот она видите она это мы там и все красиво то лучше делать вот так вот то есть лицевую кромочную и сшивать по кромочным стык все девчонки вот он мой секретик видите какой прекрасный красивый шовчик получается тут кстати не важно можете продевать вот смотрите прям прям насквозь эту петельку все равно они получаются вот в эти ячеечки они западают и все все равно красиво получается можете цеплять за одну вот так вот ее отделять здесь вот смотрите как вам удобно тут как бы особого уже разницы нет вот такой вот шоу девчонки я думаю что эта полезность вам пригодится да я уверена вот она сегодня все девчонки с вами была вика школа рукоделия всем пока пока